о взрослые травят не то слово это правда вот пожалуйста ангелина с пишет мне были крутые учителя витей такое бывает я завидую вам ангелина с у меня вот такого не хотел бы я тоже так сказать про своих ну чё-то нет англичанка была классная марина викторовна визуально это правда про одну волну точно с тех пор конечно многое изменилось сейчас есть все эти цифровые истории которые просто всю игру меня сейчас учиться с одной стороны может быть и сложнее то что дают больше и конкуренция выше и чтобы попасть дальше надо тоже больше там напрягаться не курить я никому не рекомендую я хочу бросить пока что крашаха это классное слово молодежный сленг хотел бы еще до хотел бы язык конечно я бы хотел испанский в первую очередь наверное мне очень нравится испанский обожаю испанский испанский язык испанский ну почему я учил испанский в первых двух классах школы потом меня перевели в другую там была спец школа по испанскому почему меня перевели а на то что я получал двойки много стали ругаться матом в школе дети матерятся я тоже не любят дети матерятся хотя сам естественно я матерюсь в общем не вижу в этом никакой проблемы наверное если это все как бы уместно дозированные в общем с каким-то с головой но с детьми при детях мне это не нравится это как бы слушайте но я вообще не ханжа вообще не ханжа у меня нет такого что жопа есть а слова нет но есть ситуация когда от даже от взрослых людей неприятно слышать мат я прекрасно понимаю английский я знаю на каком уровне ну ну четверочку на ну я нормально замер хорошая база очень поэтому я все понимаю я могу запросто смотреть фильм на английском песни слушать успею с ними там если дикции сложные то не очень а фильмы могу а сам у меня все так уже немножко в пассив ушел на я разговариваю всегда когда сталкиваюсь с этим я могу спокойно говорить глазу не не комплексовать и быть бойким от правильно неправильно это неважно кстати есть тоже офигенные блогеры по английскому языку и по французскому я видел которых на которых подписано очень смешно это 8 что контент делают на юморе все есть один парень который про французский стебет английский французский очень смешно я выложу stories читаю читаю совместная жизнь тентент любимая цитата блин любимая цитата я не смогу воспроизвести сейчас но общий слушать у меня много любимых не сейчас не воспользую на память а кто-нибудь загуглите есть кто-то может что говорил по преданию владимир красносолнышко который русский русь крестил да у меня горит свеча владимир значит этот самый креститель наш чего он говорил когда у него есть одна крылатая фраза короче который он якобы отверг по моему предложение принять ислам на руси ну то есть по легенде к нему приходили он как бы выбирал какую религию принести на русь как креститься христианство принять или принять ислам и якобы даже иудаизм и что-то еще там к нему какие-то послы приезжали и вот одним из них он ответил очень прикольные фразы по моему иску и исламу если не путаю ничего как я отношусь к астрологии нумерологии и так далее верю ли я в это сто процентов не верю без вариантов вообще я вам больше скажу если я встречаю человека который мне начинает затирать про нумерологию или астрологию для меня это прям серьезный звоночек более того да запомнить как это звучит на память очень сложно там что-то старорусский повесть временных лет она звучит то есть оттуда этот цепан но такая легендарная не факт что все это было естественно а что касается этого да я я не хочу быть как это гороскоп я тоже конечно не верю но я могу объяснить почему я не верю тоже в общем кроме того есть масса на эту тему всевозможных исследований друзья вы поинтересуете про гороскоп и про все остальное таких вполне себе научных исследований подкрепленных всякой информацией данными в общем я лично я не верю никому не навязываю я знаю что иногда что-то действительно какие-то что совпадают там характер или типовые какие-то моменты там в личности тому рыб например я рыба кто-то там тоже рыбы вроде как это но это можно объяснить и другими факторами я вот честно говоря не очень но и с уважением ребят до определенного момента по-моему до восемнадцатого девятнадцатого века астрономия и астрология боба были 1 1 дисциплины как посмотреть астрономии и астрологии вообще вдумайтесь вот вот правильно на руси есть веселье пить не можем и там ну только это вы перевели цитата вот такую же адаптирована там она еще на старославянском а то все круто все правильно ваше кредо жизни да нет у меня особого наверно кредо моего кредо всегда не помню откуда я если читала салатую повесть вот нахер уже не помню сложно далась ну потому что надо ее читать наверное не совсем так как и дают ну в оригинале че безумие читать хотя если вы прям исследователь то наверно надо я тоже говорил что я не так сильно верю в гороскоп как я верю в телескоп джеймс веб который сейчас нам начнет поставлять потрясающие новые картинки расскажет очень много интересного игорь привет рад тебя я вот просто просто решил посидеть вечерком в эфире мне о чем ребят вопрос задают могут немножко про историю немножко про то люблю ли я кошек да мне очень понравилась какая-то одна порода кошек недавно я забыл даже думал себя купить но вовремя остановился понял что сейчас ошибку допущу забыл им бенгальская по моему очень красивая какую я слушаю музыку о мы смеюши сейчас стали изучать разную музыку молодец так хорошо музыку сейчас значит майкл джексон и с ней слушали уитни хьюстон сезарио и вору почему-то а потому что в мультике три богатыря которые мы сейчас очень любим звучит песня б самому чем имеешь очень значит эту песню поет ходит все время на свой манер конечно вот как он там слова разобрал и и включил вот и этого андреа бачели по моему сезарио и ворота пелок песни известно кто в youtube выскакивает и у нас все время вопрос а этот а этот умер а этот умер а этот умер артист какой-то я что-то всех перечислил они все умерли а потому что не складывается впечатление что все музыканты уже умерли надо и потом иначе перешли на кого-то нового чтобы немножко взбодриться на стали слушать хабиба ягода малинка она еще говорит что-то там поставь валим на кадиллаки что ли что-то такой нет на гелике валим на гелике говорю что ты где вообще-то набралась какой гелик куда валим у я вообще в ужасе а потом посмотрю что это такое думал какой кошмар надо срочно ребенка это самое дайте мне дать какой-то другой пример щенка да ну щенков мы тоже смотрим но так страшновато щенки щенки вообще знаете как они породы очень нравится я бы себе если бы мог мог да валим на гелике если бы я себе мог купить щенка я все купил мне очень нравится веймараннер веймараннер по вот так он называется прям супер элегантная такая прямо кратно типа долго наверное только поменьше чуть-чуть все-таки очень красивая в жизни видел и знаю они потрясающие собаки ну прикиньте с такой лошадью жить в москве в квартире как она там ей вообще будет не в кайф и и ходить надо мне гулями там где я живу особо гулять негде ну и какашки собирать надо тоже найти у нас есть дымовой чат где постоянно срач на тему того что домашние значит эти самые с домашними питомцами во дворе люди не какашки не подбирают и там такое надо бы просто бывает такое что сейчас найду тебя эти какашками этими морду вы мужу вот так вот люди общаются я понимаю что большая проблема не хочу чтобы не тоже может у какашками собачьим вымазали поэтому не завожу пока собак веймараннер да просто супер вот видите у меня поддерживаете любимое место в москве знаете наверное все таки как это никогда не думал что я это скажу но я сейчас скажу в днх это не очень мой район высокая там уже пять лет тусуюсь в студии я его полюбил да 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 конечно помню это не так давно все таки было кошка у вас родила трех котят офигеть что будете с ними делать нету нет я что-то завязал с этим делом что-то больше мне не хочется пока ну конечно надо убирать но я вам скажу когда я был маленький и не только маленькие уже и постарше у меня всегда были собаки самого детства в основном то есть не в основном только дворняшки откуда они все время к нам прибивались и мы этих собак мы с ними гуляли у меня друзей были одноклассников собаки мы сходили гулять днем вечером там и все остальное мы никогда конечно какашки за собаками не убирали и в какой-то момент оказалось даже смешно когда эта мода пошла но сейчас я конечно по-другому невозможность с надо убирать сеть как меняется сознание до дымовые чады это то еще сейчас ребят я сейчас сделаю стас я просто общаюсь я потом я сейчас зайду так отвлекся на секунду извините что такое у нас нет такого чата и слава богу слушайте дымовые чады это очень смешная история у нас там я еще не могу все перескать это были потрясающе смешные истории про не запомнилась значит про голубого ослика низкая детская грязиновая игрушка на которой дети скачут про решали там судьбу этого ослика кто вообще его оставил во дворе и почему что он там делает вообще это двор и не для этих осликов он то слег потерялся во всем домом искали дичь какая-то была ну и все остальное там еще с какими-то детскими там тоже недавно у кого-то украли какую-то детскую коляску что сиденье какой-то по камерам искали да вот вы знаете что в днх на берегу реки очень классный ресторан сто процентов называется все дома по моему нет 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 он называется все лень он называется все лень и это очень вкусное место как неожиданно а еще могу вам порекомендовать о хороший вопрос не спрашивают я кошел его спросила когда курс сейчас отвечу есть ресторан рядом с нами тоже на в днх сырный ресторан это мои знакомые друзья делают потрясающе вкусно очень рекомендую шеверон нет шеваль шеваль он называется шеваль как насчет веры в судьбу насчет как может случиться познакомить человеком своей судьбы надо специально что-то делать или полагаться что должна сама собой так сейчас отвечу развернуто значит смотрите если там человек если если человек вашей судьбы то наверное делать ничего не надо потому что но он же человек судьбы соответственно судьба должна если у вас есть судьба на вас есть еще судьба как-то сама обо всем позаботиться и все слова сложится делать ничего не просто сидите и ждите но если чек судьбы значит был вопрос очень очень хороший когда у меня следующий курс он у меня в середине июля если вдруг среди вас есть кто-то или среди ваших людей кто хочет поучиться фотографии вживую со мной позаниматься то велкам ко мне на оффлайн курс в студию он начинается в середине июля уже через две недели если интересно дайте знать ну может мне в директ написать я вас сориентирую это очень классный опыт я прям человек ответственный и сознательный делаю все это прямо на нас на совесть вы точно научитесь фотографировать лучше чем я так подождите если вы сами сказали что там вводные данные по судьбу если по судьбу то надо сидеть и ждать да ну если судьба что-то случится позвонит вам в дверь наверное может окно будет вам быть снаружи и вы встретитесь глазами и сердце забьется давление подскачет подскочит так ночью мне телефон все скоро разрядится ребят я очень рад что вы пришли слушайте я поэт прям прикольная давно здесь не надо я думал все уже никто не подключится потому что все такое значит все таки вы сидите а вот ваши друзья скажите мне ваши друзья сидят в инстаграме или вы тоже видите тенденцию что все сократилось людям лень включать vpn и они уползли все переползли все в контакты в телегу верю ли я в судьбу слушайте ну да пожалуй что не должен был бы верить я в нее не должен просто что что такое судьба вот что такое судьба никто не может сказать мне что это значит предопределенность детерминизм научным языком я не понимаю если это предопределенность то каким образом тут как бы одно за другое приведет вас к очень странным каким-то выводам и не очевидным и вообще не очень понимаю ходить я вам всем помашу вот помахать так часто пишут помахать я тоже жму помахать могу так помахать здесь скажу что я верю судьбу насчет мы сейчас начнем разматывать эту тему выяснили начнем задать вопросу такое судьба как она работает откуда она взялась и вообще ко всем ли она применима у всех ли она работает можно привести того количество примеров каких-нибудь ну ладно не будем не знаю давайте я скажу что я не верю в судьбу так будет честнее наверное но знаете во что я верю вот в удачу я сто процентов верю знаете каким образом ей я думаю что недооценивать как раз и везение и удачу точно нельзя потому что есть люди которые там обладая равными или равными возможностями неважно одни преуспевают другими просто один оказывается в нужное время в нужное время в нужном месте с нужными людьми а другой нет и тому есть масса масса доказательств и свидетельств очень интересных известных на весь мир людей масса знаменитых ребят например голливудских актеров там на ютюбе есть много круглых столов со звездами и так далее голливудскими и они говорят прямо там не помню я все время продолжают пример не помню дэнир или почти кто-то из таких зубров говорят что вот да и мы просто меня увидели на какой на каких-то на подмостках какого-то там заштатного универского театра и позвали там дальше могли не были ребята которые гораздо лучше не играли гораздо ярче и все остальное позвали и это нельзя судьба это или дима привет я ничего как видишь рад тебе это не 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 думал что я я верю в везение везение и в удачу вот одному не повезло его акула сожрал например вчера и позавчера двух людей в египте сажала акула судьба ли это или невезение я скорее скажу что это невезение а не судьба вот еще есть масса грустных примеров когда если начнем говорить про судьбу но как-то непонятно судьба просто подразумевает за собой какой-то умысел как чей-то чей-то умысел да чей вообще вот это вот все конкретно про тебя вы знаете сколько людей на свете жил и сколько сейчас живет вот например в 1900 вот внимание сейчас все сфокусируйтесь в 1970 году примерно нас на земле жила 4 миллиарда человек 4 миллиарда а сейчас нас живет почти 9 миллиардов мы удвоились за смешные там 40-50 лет удвоились прикиньте сколько такой скоростью и а вообще на земле ученые почитали там с момента появления но не за этом условно появился первый там астралопитек какой не знаю на кого там считали хомо сапиенсом примерно можно было сколько-то я не помню там разные цифры приводят ну допустим 100 миллионов человек за всю историю и вот у каждого своя судьба кто этим занимается и вообще я не понимаю ну потому что я не люблю вот так вот просто поверхностно огульно непонятно слишком можно много вопросов я все время задаю вопрос а когда люди умирают с детства от онкологии других смертельных болезней что это судьба или на честном случае это видите это мы люди хотим повесить ярлык и дать какое-то четкое определение которое нам облегчит как бы наше восприятие тоже нашу жизнь объяснили судьбой все вроде выдохнули ну значит не судьба окей что такое судьба как она работает каким законам она подчиняется слушайте вы знаете что там законам определенного в нашем мире подчиняется практически все нет явлений которые невозможно было бы разобрать там условно на атомы на какие-то микроэлементы все остальное и объяснить просто что-то мы до сих пор не объяснили есть такие моменты но если посмотреть там сто лет назад всего сто лет назад мы не знали огромное количество что знаем уже сейчас и можем объяснить а тысячу лет назад мы вообще объясняли я не знаю прилива в морской шторм объясняли посейдоном например или не знаю молнии объясняли зевсом ну понимаете когда или там нашествие саранчи объясняли тоже там гневом какого-нибудь там бога которому жертву не принесли побежали срочно приносить жертву а сейчас мы так этим все меньше и меньше это когда люди раньше не знаю у них болел зуб например или или что-то они что делали они прикладывали себе например к зубу какой-нибудь я не знаю козлиный помет или зайчи и там в одном случае из десяти проходил и они верили что это работает я так условно сейчас сочиняю а теперь мы берем покупаем там анальгин какой-нибудь нурофен и никто не прикладывает себе там подорожник правда ведь ну и так во многих областях просто что-то мы еще не знаем поэтому пытаться просто объяснить все какой-то магии высшими силами но так наш предки каш делали но мы тоже как бы в другое время живем извините я слушать меня наверно понесло сейчас из грехи предков я могу поменьше говорить на самом деле это читаю ваше сообщение как ты изменились кем-то отношения из так нет друзья если вдруг у меня прорвется эфир то что меня села батарейка так давайте еще вопрос есть вы как думаете по поводу а вы знаете что например появился еще один какой-то он не хочу на эту тему конечно вообще история про 50 процентов лгбт персонажей диснея это любопытно согласитесь со мной или нет как они все это развернут я не знаю не могу ответить на этот вопрос а я не знаю никто не звал ведущим на тв до сих пор никуда и как-то вот я поэтому не стал я бы с удовольствием кстати мне кажется это уже умер или не умер кто смотрит твой не ну понятно что есть там ток-шоу политический но это не про меня что лучше любители быть любимым вот это вопрос проще что лучше любители быть любимым да блин нельзя так сказать ничего не то ни другое не лучше я к лгбт отношусь ну как я не знаю как 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 я не знаю как я отношусь вообще к чему бы то ни было спокойно ну люди слушайте ну все это тоже есть история любопытно вообще вам так скажу если я правильно что-то понимаю может быть я заблуждаюсь вот весь западный мир сейчас американская страна окей это в основном потомки кого-то англов саксов франков ну то есть викингов и всех остальных ребят тех кого раньше германцами варварами и все остальное у них свое же отношение вы подумайте о к всему этому это не греки и не римляне и другие ребят поэтому у меня есть вопрос как все это будет развиваться очень не очевидно не знаю догнали ли вы то что я сейчас сказал сам не понял то есть я понял но так не хочу расшифровывать да человек паук гей это я тоже видел это прикольный он он знаете кто модельер тоже блин клише но сделали бы они его не модельером автослесарем почему сразу модель если гей то модельер но ребят но еще там этот самый парикмахер или ну да стилист я бы сделал слесаря это годах это сильно в замечательный вопрос миссию не сдать и кошелева дмитрий какой самый удачный случай был вашей жизни а просто как верить его дать какой самый удачный случай падение олимпа были были какие-то удачные случаи то у меня чу так меня спросили и кушлива что я сразу просто терялся 100 процентов были я выигрывал вторую я выигрывал в одноруких бандитов с такой автомат в детстве это удачный случай или нет мне кажется да вот я удачно успевал что-то перед закрытием купить не помню такого прям сходу не скажу если помню скажу у классный вопрос был когда будет ли конец света а вот я обожаю вообще эту тему я вам так скажу про конец света в общем конец света люди вообще верят и же в него постоянно и все его ждут особенно когда там после христианства ну когда там зародилась появился и утвердилась все все вижу конец света нас в районе тысячного года там первого миллениума все ждали очень активно готовились мы в наше время вы знаете постоянно какие-то есть и секты все остальное конец света какой с осадниками апокалипсиса и всем остальным нет не верю что в конец света что не знаю случится например что-нибудь влетит в нашу землю сто процентов до влетит и мы конечно не переживем как уже бывало неоднократно и в общем все это знают у нас может влететь что-то может взорваться какая-нибудь сверх новая там относительно недалеко хотя нам повезло мы находимся в таком месте галактики нашей что у нас не так много всего этого так в отдалении на отшибе но может это самое случится тогда от гамма-излучения мы все тоже поляжем сразу может случиться извержение всяких вулканов вообще солнце разгорячая раскочегалится так приличненько по моему еще где-то через примерно миллиард лет вот у нас еще есть миллиард в чистом виде так что конец света точно да для для человек ну как для вида нашего если мы не научимся не себе не сможем выбраться отсюда вот это важно если мы сможем выбраться самую ненужную покупку это целая история у меня таких полно ненужных почти все мои покупки совершенно бестолковые я даже не помню про андродный коллайдер да пожалуйста он просто его перестраивали апгрейдили сейчас заново запустили по мужу плюс надо новый строить потому что это уже как-то вся там прилично перс в некий потолок а построить новый коллайдер международный проект это дико дорого это очень сложно объяснять людям в разных странах мира налогоплательщикам зачем им это надо то есть целая история очень непростая очень дорогая история и когда ты начинаешь строить эти коллайдеры большие люди которые начинают строить часто не доживают до момента их построен долгоиграющий проект очень вообще наука такая история которая требует как вложений в перспективу наш мозг например изучить что знаете сколько надо поэтому его никак не изучать в том числе очень сложно очень много вложений которые могут и не окупиться там никогда конечно могут не купить Chargeем и перспектива даже не доживем а человек такое чувство которое любит планировать вообще умеет планировать в команду или насколько времени вы планируете например вперед но очень на мало поскольку наши жизни коротки живем мало мы не умеем планировать надолго это просто в нашей природе может планировать на чуть-чуть какие-нибудь фирмы государства могут планировать на десятилетие делать какие-то планы. Все помните пятилетку у нас? Или еще что-то. Спланировать что-либо на десятилетие, на столетие вообще смешно говорить. Человеку вообще не свойственно так далеко планировать. А выбраться на другую планету, ну, конечно, надо, иначе не получится. Я в это тоже не очень верю. Поэтому, скорее всего, мы закончим свою историю здесь же, где иначе. Слушайте, вот эти четыре стадии болезнь, война, голод и смерть, это было уже сто раз, ребят. Правда, изучайте историю, и вы офигеете. Сколько раз уже все эти четыре стадника апокалипсиса приезжали, приходили, прискакивали, прилетали, и человечество думало, все, вот он, конец света, срочно нам всем молиться, и все остальное. Нет. Во-первых, войны, мор, голод, эти самые, ну, мор, это эти самые эпидемии, их столько раз бывало. Вы чего? Параллельно со всем остальным. Поэтому нет, конечно. Не надо так буквально это верить. Какой, думаете, существует безусловная любовь? Какая-то философская тема. Специально, чтобы меня на это толкаете? Чтобы я никогда не замолчал. Ну, вот это детям, безусловно, любовь. Больше, нет. Человек к человеку... Да, наверное, бывает, на самом деле. Наверное, бывает. Вообще, любовь – такое широкое понятие. Вообще, природа, мы считаемся полигамными животными, 100%. Не моногамными. Верите ли в НЛО? В НЛО... У нас сегодня клуб уфологов, любителей, при свечах. Верили ли я в НЛО? По-разному можно ответить. Я могу сказать, смотрите, есть такая теория прикольная. Есть несколько теорий, я их знаю. Но, в общем, окей. Значит... Ну, ладно, не хочу рассказать о этом. Не боюсь. Короче, я, наверное, в НЛО... Ну, они могут быть, но то, что они у нас здесь летали, я не верю. Зачем тогда брак? Слушайте, а я секретные материалы не посмотрел, ребят. Прикиньте, к самому позору. Если бы не стали фотографом, то кем бы стали и почему? Ну, вот дизайнерам и серьезно отвечать. Ну, как бы я и был, я бы им бы и остался, развивался бы в эту сторону дальше. Графический дизайнер, я имею в виду, не одежда. Кем бы я еще мог стать? Какую? Вот, может быть, я ведущим бы стал? Ведущим? Какую музыку вы любите? Какую музыку вы слушаете? Я очень разносторонний в этом смысле персонаж. Я люблю, смотрите, я люблю, просто на самом деле, даже неинтересно. Тем более, потому что я люблю и джаз, я люблю... И, господи, было время, когда я слеп, ноут слушал, и все, и все, и какие-то там лимбийские-то и прочих ребят. Поэтому я разные очень люблю. Я могу с удовольствием, вот, не знаю, там, Андрея Бачили послушать, или вот Ни Хьюстон включить. Очень-очень разные. Вы знаете, вот прям точно скажу, что чего я не могу слушать, это вот валим на гелике, и все вот это вот, то, что вот сейчас, я не могу слушать категорически. Я не хочу, да я тоже, я не сноб, но просто мне это не заходит вообще. Мамбл, мамбл, клауд-рэп, вот эти, кальян-рэп, вот эти все современные течения прямо вообще нет. Вот тут пока я могу послушать. Хотя тоже поднадоело уже. Ну, поп я тоже люблю, когда красивые голоса люблю. Я, знаете, иногда люблю что-то включить себе. Вот мы на Таняк смотрели, с меня уши я включал. The Voice, ну, как бы голос, там, лучшие выступления в мире, там, за какой-нибудь год, например. Там такие есть ребята, которые так поют, ты сидишь, у тебя прямо очень крутые. Там был один, я помню, я его давно, конечно, видел, француз, он слепой, молодой парень, слепой, на пианино, на фортепиано, на рояле играл Eminem'а, Lose Yourself, по-моему, песню. И это было круто. Запись плохая, правда, звук плохой, но это впечатляет. Ну, и это не только он, понятно, что там есть разные ребята, это очень круто. О, нейромонах Феофан, у меня есть друзья, которые просто вообще от него страшно прутся, и были даже на дикой мяте, в дикое мясо, и они вообще, у меня, скажите, Феофан, вообще, это лучше сейчас. Мне, кстати, Антоха МС нравится из наших, вот кто мне нравится, Антоха МС, знаете такого? Кто знает Антоху МС, поднимите руку. Спина, ну так, получше сегодня, спасибо, уже постепенно проходит, но еще не прошла. Второе июня был день НЛО, вы серьезно, вчера был день НЛО, я этого не знал. 19 июля день фотографий всемирный, готовьтесь. Кто не готов еще, конечно. Ну, так как я фотограф и несу это знамя, я должен вас предупредить заранее. День фотографий, 19 июля. День НЛО я не знал, прикольно. Антоха МС, Антоха МС, Антоха МС, Антоха МС. Которые, вот, когда есть песни Лето, Лето, мы ее любим. Друзья, несмотря на то, что, это я вижу, что у нас есть новоприсоединившиеся, новоприсоединившиеся, это прикольно и очень приятно. Я, наверное, с вами попрощаюсь, потому что уже, сколько мы полтаем, куда смотреть, куда смотреть, сюда, по-моему. 70 на одну минуту, вы шутите. Так, ладно. У меня еще телефон сейчас сядет. Я вас люблю и целую. И еще всех обнимаю. Давайте, вам всем хорошего вечера, хорошего этого всего. Завтра начинается трудовая рабочая неделя. Выходим, работаем, скоро еще увидимся. Хорошо, окей. Вы меня вообще на сегодня очень мотивировали тем, что пришли, посидели со мной, поболзали. Буду активнее, буду активнее, даю слово, обещаю. Генные фотографии передаются под наследство, это прикольно. Простите, если я на какие-то просто не успел ответить или пропустил, я не со зла, правда. Есть вопросы, на которые я принципиально не отвечаю, а есть, которые я могу пропустить. Не обижайтесь, все. Вас всех целую, обнимаю. Пока. Завтра, послезавтра услышимся, увидимся. Седьмого числа у меня лекция в студии. Кто хочет, седьмого июля, кто хочет лично прийти, посмотреть, послушать и все остальное. Это седьмого июля в фотостудии Best Memories. Есть эти самые у меня ссылки, трон-тон-тон, в сторис периодически появляются. Я еще сделаю анонс. Еще местечки есть, там, в принципе, уже нормально записавшихся, ребят. Но вдруг захотите, много узнаете нового, сто процентов, гарантирую. Будет очень интересно. Все. Пока-пока, ребят. До скорого. Буду приходить почаще.